Как устоять и не поддаться соблазну? Эту фразу можно считать девизом профилактической акции «100 вопросов взрослому», которая прошла накануне в Брестском многопрофильном центре детей и молодежи. Участие в мероприятии приняли сотрудники прокуратуры и органов внутренних дел совместно с руководством учреждения образования. На встречу были приглашены лучшие учащиеся центра, ребята, оказавшиеся в социально опасном положении, и подростки, которые уже имели проблемы с законом. Этому мероприятию предшествовал анализ существующей работы, анализ детей, у которых были проблемы, которые справились. То бишь, стараемся работать таким образом, с тем, чтобы все хорошее было видно, не только все плохое. Если, например, были проблемы какие-то раньше, а сейчас человек исправился, стал нормально жить и работать. Детям это не подходит больше работать, имеется в виду участвовать в каких-то мероприятиях, в общественной жизни. То есть изменился. Такое тоже нужно замечать и поддерживать. В рамках акции «100 вопросов взрослому» состоялся активный и открытый диалог, в рамках которого учащиеся могли задать сотрудникам органов внутренних дел интересующие вопросы или рассказать о своих проблемных ситуациях, в которых молодые люди затрудняются принять правильные решения. В свою очередь представители правоохранительных структур рассказали подросткам об опасностях, с которыми молодые люди могут столкнуться, не зная или не понимая этого. Одна из насущных проблем – курительная смесь, называемая в народе «спайс», которая вызывает быстрое привыкание. Руководство многопрофильного центра считает, что подобные встречи сократят количество преступлений в молодежной среде и помогут тем, кто один раз оступился, стать на путь истины. Дети и молодежь могут задать вопросы помощнику прокурора Брестской области, начальнику отдела образования, спорта и туризма Брестского горысполкома. И эти вопросы позволят найти пути решения насущных проблем молодежной среды. Герман уже однажды оступился, поэтому не понаслышке знает, что такое настоящее наказание. Сегодня для сверстников он может быть экспертом во многих вопросах. Молодой человек уже решил для себя, что больше никогда не будет шутить с законом. На путь исправления стал сам и очень удивился, когда его старания были замечены. Герман хорошо рисует, его способности оценивают по достоинству в многопрофильном центре. Молодой человек уверен, во всех ситуациях важно иметь голову на плечах, потому что вернуть к себе доверие сложнее, чем его потерять. В компании особенно это очень трудно осознавать, что это плохо действительно. Там за компанией все вот это вот. А подняться потом тоже тяжело. Вот ты оступился, ты знаешь, что ты оступился, и тебе надо, поставишь свою цель, надо подняться. И на путь исправления становиться очень, ну как бы летишь вниз быстро, а вот поднимаешься медленно.